Привет! Как дела? Итак, герцоги Сассокские, принц Гарри и Меган Маркл едут обратно в Лондон для того, чтобы принять участие в их последних мероприятиях в качестве королевских персон. И уже 9 марта королева ожидает увидеть их в Вестминстерском аббатстве на Дне Сотружества Наций. День Сотружества Наций – это ежегодное празднование добровольного объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминилоны, колонии и протектораты. Бывший День Империи теперь зовется Днем Сотружества – Commonwealth Day. Его обычно отмечают во 2 понедельник марта англиканской службой в Вестминстерском аббатстве, которая посещает глава Сотружества Ее Величество Королева. На парламентской площади вывешивают флаги всех стран, представляющих Сотружество Наций. А на самом аббатстве гордо веет символ Сотружества – темно-синий флаг, как будто бы с солнцем посередине. На самом деле, если присмотреться, эта буква С, то есть Commonwealth, начинается с С, выполненная в виде копий, опоясывающей земной шар. Она символизирует сотрудничество между всеми этими государствами. Впервые я попала на это мероприятие случайно, в 2016 году, где-то в газете прочитала, что королева приедет в Вестминстерское аббатство на День Сотружества. Примерно подумала, в какое время обычно проходит служба, это, по-моему, 11 или 12 часов дня, и просто решила съездить туда, по-моему, в 2016 году, попробовать что-либо снять. Именно так я постигала культуру английского народа и узнавала новостные события и даже снимала какие-то исторические моменты. Естественно, я поехала туда заранее, часа за два, как обычно, и пришлось постоять, потусить там с другими фотографами, чтобы дождаться того, когда начнется королевская служба. И, кстати, сказать по поводу авторского права, который я всегда пишу внизу всех своих статей, об этом я расскажу отдельным роликом. Но хочу сказать, что да, репортеры фотографируют такие мероприятия, таких известных персон, как Кейт Миддлтон, Меган Маркл или королева, не для того, чтобы эти фотографии кто-то воровал, публиковал у себя и зарабатывал на этом деньги. Поэтому все абсолютно фотографии такого уровня находятся под защитой авторского права. И поэтому, если вы опубликовали такую фотографию, не заплатив за нее, это очень легко проверяется агентствами, в которых работают репортеры, эти агентства могут подать в суд, и вы заплатите очень большой штраф, порой даже больше, чем стоит сама фотография. В открытых источниках такие фотографии не выставляются, потому что фотографы желают получить за такие фотографии денежку. Поэтому писать, что вы взяли с интернета какую-либо фотографию Меган или Кейт и написали, что эта фотография была взята из открытых источников, это не снимает с вас ответственности, потому что интернет — это не открытый источник, откуда можно воровать чужое. Чем больше у вас заработков на чужом контенте, тем больше с вас будет спрос. Об этом поподробнее я расскажу, как конкретно агентства могут найти, то, что вы своровали, то, что вы не купили, и публикуете, и зарабатываете на этом какие-то деньги. Чуть-чуть попозже это будет отдельным роликом об авторском праве и о том, как работают фото- и видеоагентства. Ну а теперь про то, что мне удалось снять. Два раза я побывала на этом дне Содружества наций около Восмистерского аббатства, ожидая приезда королевы. Ну и плюс во второй раз я была, не помню, в 2017 или в 2018, когда приехали еще принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Гарри. Видимо, не получалось приехать, когда была Меган Маркова, я, наверное, училась в этот день, поэтому очень надеюсь, что мне удастся заснять вот это вот их последнее мероприятие, их приезд в Восмистерское аббатство. Итак, как это все происходит? Фотографам, которые фрилансеры или папарацци, или просто фотографы типа меня, как бы не папарацци и не фрилансеры, а просто желающие подработать. Они стоят на другой стороне дороги от Восмистерского аббатства и пытаются что-то заснять такими огромными камерами. Я же со своей маленькой камерой, но с огромным зумом могу тоже что-то словить, но основная проблема людей, которые собираются напротив Восмистера, в том, что трафик в это время не останавливается, и машины, и автобусы постоянно двигаются. И даже если проедет с одной стороны автобус, и вы можете что-то увидеть, то крыша другой машины на противоположной стороне помешает съемке. Поэтому бывает, едешь туда и не знаешь, получится у тебя что-нибудь снять или нет. В 2016 году дорога вообще была перекрыта какими-то строительными конструкциями, там шел ремонт, и поэтому королева ехала за таким зелененьким забором, мне что-то удалось заснять. Но, конечно, за забором мало что видно. Потом они заезжают туда внутрь, к Восмистерскому аббатству, и выходят из машины, иногда машут ручками. Их встречают пасторы, и они проходят в Восмистерское аббатство. Уже где-то за час до мероприятия начинают подъезжать все послы этих стран с отружеством. Также приезжает премьер-министр, ну и другие официальные персоны, и где-то за пять минут до начала самого сервиса, до начала службы, приезжают по порядку, в определенном порядке королевские персоны. Изначально едут принцы, то есть принц Виллиам, принц Гарри, Кейт Миттлтон, потом едут принц Чарльз и Камилла, если они приезжают в этот момент. И уже в конце закрывает все это действие королева. Раньше она ездила с Филиппом, сейчас она вроде бы как ездит одна. Все это время звонят колокола на Восмистерском аббатстве, и вот к моменту, когда королева приезжает, они смолкают, королева заходит в Восмистерское аббатство и начинается служба. Так что День Содружеств — это достаточно значимый праздник в Великобритании, как бы день объединения всех наций, с которыми Великобритания дружит. Я побывала в Foreign and Commonwealth Office, то есть в Министерстве иностранных дел и вот этих вот стран Содружеств, в День Открытых Дверей в Лондоне. Очень красивое здание, очень красивый офис изнутри. Я все снимала, где позволяли, где не позволяли, им пришлось закрывать камеру. Тоже вам покажу и расскажу, где работал Борис Джонсон, когда он был главой Министерства иностранных дел. Ну и сейчас он у нас премьер-министр, недалеко переехал на 10 Даунинг-стрит. Как будут дальше развиваться события, поживем, посмотрим. А пока же мы ждем последний выход принца Гарри и Меган Маркл. Надеюсь, в этот день мне удастся попасть в Лондон и очень скоро мы увидим последний королевский выход герцогов сасокских. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok